Добрый вечер, коллеги! Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, вижу, что плюсики пошли, звук есть, связь есть. Тогда всех приветствую на нашем еженедельном вебинаре, который имеет название «Технический анализ price action», тот вебинар, на котором мы разбираем текущую ситуацию на рынке, подводим итоги предыдущей недели и смотрим уже, какие есть тенденции, какие есть интересные моменты на неделю предстоящую, и я отвечаю на ваши вопросы. Перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Важно понимать, что в рамках данного вебинара мы не даем каких-то рекомендаций по входу в сделку. Я в рамках этого вебинара делюсь своим мнением, ну и, в принципе, на всех вебинарах, которые вы можете посещать, этот Admiral Markets. Все вебинары являются мнением автора, соответственно, здесь, в рамках этого вебинара, вы будете слушать мнение мое, и я буду с вами делиться уже своими наработками, своим опытом. Для тех, кто впервые представлюсь, меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Компания Admiral Markets работает уже более пяти лет. Ну, а что наверняка наиболее важно в рамках текущего вебинара, это мой опыт трейдинга, который составляет порядка уже семи лет. И, опять же, как я уже сказал, в рамках этого вебинара я делюсь своими наработками, своим мнением рынка, мы обсуждаем текущую ситуацию, я отвечаю на ваши вопросы, и таким образом мы отслеживаем интересные моменты и интересные ситуации. Коллеги, как всегда, перед началом я хотел бы узнать, кто у нас присутствует впервые на этом вебинаре, пожалуйста, обозначьте себя, поставив цифру 1 в окне чата. В правом нижнем углу есть надпись «Введите сообщение» и нажать «Enter», и уже, соответственно, я увижу. Да, вот вижу, что Петр, Андрей, да, вижу, что есть участники, кто присутствует впервые. Поэтому я начну с того, во-первых, расскажу несколько слов о компании Admiral Markets, и затем уже расскажу о структуре нашего вебинара, что мы будем делать и какие важные моменты из него нужно учесть. Вообще, как мы работаем, потому что этот вебинар проходит каждую неделю, то есть здесь участники, вот вижу, кто в чате отписался, да, уже многие участники присутствуют довольно-таки давно, этот формат у нас существует уже более года, поэтому сейчас давайте начнем с такого вопроса, как компания Admiral Markets, на базе которой сейчас проходит данный вебинар. Первый слайд, который я показывал, он был связан с рисками, а есть один из пунктов в рисках, составляющие трейдинга, да, это выбор надежного партнера. В данном случае я расскажу о компании Admiral Markets, которая для вас может стать надежным партнером при выборе уже компании, через которую вы будете совершать торговлю и, соответственно, компанию, с которой будете работать. Первым пунктом у меня отмечено, наверное, самое важное, что всегда нужно помнить о компании-брокере, когда вы ее выбираете, это наличие лицензии. Компания Admiral Markets лицензирована в Великобритании, это регулятор называется FCA, ну, в принципе, этот регулятор является, наверное, пожалуй, самым строгим на территории Европы после, ну, если взять в целом всех регуляторов, то, наверное, после США это один из самых строгих регуляторов, непосредственно, компании, да, поэтому здесь вы можете быть уверены, что ваши средства, они защищены, они защищаются юрисдикцией Великобритании, и компания должна соблюдать все правила, по которым получена лицензия, да, если чуть позже будут вопросы касательно этого момента, я с удовольствием на них отвечу. Один из моментов, да, один из ключевых факторов, это то, что средства клиентов застрахованы на тот случай, если компания не сможет отвечать по своим обязательствам. Регулятор FCA страхует средства до 50 тысяч фунтов стерлинга, ну, точнее, страхует не сам регулятор, а компания должна состоять в специальном фонде, в том случае, если в какой-то момент компания не сможет отвечать по своим обязательствам, то сумма до 50 тысяч фунтов стерлинга будет выплачена каждому трейдеру на одного трейдера, соответственно. Одним из уникальных уже нововведений компании NowMarkets, это является платформой MetaTrader 4 Supreme Edition, которая расширяет стандартные функции вашего MetaTrader. Сегодня как раз у меня есть план посмотреть расчет сделки, как это удобно можно делать с помощью этого плагина. Пункт номер четыре, это настройка защиты от волатильности. Это тот инструмент, который позволяет вам минимизировать риск, к примеру, расширения спредов. Я думаю, что многие из вас сталкивались с той ситуацией, когда вы хотите открыть сделку, особенно если вы торгуете на новостях, то спред он расширяется и либо сделка срабатывает уже в самом конце свечи, либо вовсе, к примеру, не исполняется, если цена на нее не доходит. Такие ситуации, я думаю, что бывают, в той или иной степени они появляются. Так вот, настройки защиты от волатильности позволяют внести в вашу торговлю дополнительные функции и минимизировать риск как раз волатильности на рынке. На нашем YouTube-канале, я чуть позже ссылку привожу, есть подробное видео с описанием основных функций. Рекомендую посмотреть, оно идет буквально 10 минут, но там основные функции как раз разбираются. Если вас когда-то затрагивало, возможно, работая с нашей компанией, возможно, работая с другими компаниями, посмотрите это видео. Если вы уже являетесь клиентом компании Admiral Market, то у вас есть отличная возможность уменьшить риск проскальзывания, в зависимости от вашей торговой стратегии. Если какие-то вопросы появятся, вы всегда можете обратиться к вашему профессиональному менеджеру и ваш менеджер вам поможет с этим разобраться. Пункт номер пять, последний по списку, но не последний по значимости. На конец 2016 года компания Admiral Market была признана 15-м Форекс-ССД брокером по торговому объему по данным Finance Magnets. Достижение я считаю довольно-таки значимо, и это идет именно в мировом выражении, то есть не только на территории России, не только на территории СНВ, но эти данные общимировые. Поэтому всегда важно выбирать брокера, который имеет вес в разных юрисдикций, в разных странах. Поэтому всегда, когда выбираете брокера, будет эта компания Admiral Market, либо какая-то другая, обращайте фактически на те критерии, которые я сейчас вам написал. Что у нас происходит в рамках этого вебинара? Сейчас мы перейдем в MetaTrader, посмотрим, что у нас было на неделе предыдущей и посмотрим, что у нас будет ждать на неделе предстоящей. Весь разбор мы ведем с помощью элементов price action. Это не какие-то конкретные модели, которые мы ищем. Есть модель с каким-то названием, мы ее ищем. Это смысл данного вебинара, чтобы познакомить вас с подходом анализа, мы не будем использовать индикаторов, мы будем опираться только на то, только на поведение цены. Как понять, что продавцы уже не столь сильны и покупатели начинают брать верх. На такие вопросы, чтобы понять, что стоит за графиком цены. Эти ситуации мы и будем разбирать. Этот вебинар у нас проходит раз в неделю по понедельникам, в 19.30 по московскому времени и мы делаем разбор на предстоящую неделю. Но, я думаю, что все мы понимаем, что рынок может меняться очень быстро. И для того, чтобы вы всегда были в курсе актуальных изменений, актуальных паттернов на предстоящую неделю, на нашем YouTube-канале каждый день я записываю онлайн-обзор, который длится буквально 5-6 минут, в котором я рассказываю о основных направлениях, основных тенденциях уже на день предстоящий. Поэтому, если вы присутствуете на этом вебинаре впервые, подпишитесь на YouTube-канал, ссылку я сейчас на него приложил, и уже посещая его, когда вы подпишетесь, у вас будет уже приходить уведомление о новых видео, которые там появляются. Помимо моего видео, там также есть обзор моего коллеги Фредерико, который специализируется на фундаментальном анализе. За сегодняшний день оно уже там представлено, поэтому после вебинара вы сможете посмотреть, а завтра на его вебинаре, посвященном фундаментальному анализу, уже сможете задать ваши вопросы касательно, что же влияет на цену, почему она движется. То есть мы будем разбирать больше с технической стороны уже текущие тенденции. Ну и конечно в рамках этого вебинара я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня, наверное, было несколько вопросов, присылают в абсолютно разных форматах. наиболее интересно получать ваши вопросы и их разбирать, когда у вас есть конкретный вопрос по какой-то конкретной ситуации. Взять какой-то инструмент, вы планировали для себя открыть сделку, но вам не хватало подтверждения, правильно ли выбрали направление. Я думаю, что всем знаком такой момент, мы открываем график, видим движение цены, но не понимаем, куда нам нужно войти. Вроде все растет, а появляются какие-то сомнения. Трейдинг – это, в первую очередь, система, свод правил, следуя которым вы уже понимаете, интересна эта сделка или нет. Сделки, которые закрываются в минус – это абсолютно нормально. Важно соблюдать правила риск-менеджмента и следовать своей торговой системе. Когда вы в какой-то момент встаете перед вопросом, нужно ли сейчас входить в сделку, сделайте скриншот, напишите мне на почту и мы обязательно разберем, на какие моменты работают. Тогда нужно было обратить внимание. Сегодня, если у вас будут вопросы уже непосредственно онлайн, пишите их в чат и я на них остановлюсь, мы обязательно их разберем. Поэтому в таком формате мы будем двигаться, поставьте пожалуйста плюсик, что вопросов нет на текущий момент и будем уже двигаться дальше. Хороший вопрос по поводу налогов. Компания Admiral Markets не является налоговым агентом. Мы за вас налоговую прибыль от ваших операций никуда не перечисляем и не подаем информацию. Поэтому наиболее оптимально уточнить, как правильно рассчитываться по налогам именно в вашем налоговом органе. Потому что у нас участники присутствуют из разных стран и Россия, и Украина, и Эстония, и Латвия. Поэтому везде свои правила касательно этого вопроса. И вот никто лучше вам не скажет, чем ваш налоговый инспектор, налоговая служба. Поэтому иногда лучше зайти, задать данный вопрос и уже получить исчерпывающий ответ. А как вам нужно отчитываться по налогам? Да, способы существуют разные. Как правило, если взять такую инфицированную систему, то есть как это должно работать. В принципе, пока вы не выводите прибыль со счета, она не является еще зафиксированной. То есть фактически, если вы перевели на счет 10 тысяч, через два года постепенно выводили, в какой-то момент уже выводимая прибыль превысила первоначальный депозит. То есть вы вывели уже суммарно 11 тысяч. Фактически вот с этой тысячи уже нужно заплатить налог. То есть если это уже конец года, год закрывается, то с этой суммы уже необходимо заплатить налог. Как правило, считается, учитывается весь торговый период. Во многих странах, когда вы получаете уже средства на ваш счет, то уже сразу же вы получаете уведомление от банка, то что приходит запрос о том, откуда пришли данные средства. Вы подтверждаете, что это были средства из брокерской компании. По транзакциям также видно, что вы пока не выводите прибыль, то эта сумма налогом не облагается. Если уже вы получаете на ваш счет сумму превышающую первоначальное пополнение, то тогда уже с этой суммы необходимо удерживать налог. Как я уже сказал, проконсультируйтесь с вашим налоговым органом, чтобы делать все правильно и корректно. Хорошо, сейчас я запущу метатрейдер. Мне от вас потребуется сигнал, что вы видите терминал. Сейчас, одну минуту. Поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас появился экран. Сейчас я закрою ненужные вкладки, которые нам сегодня, я думаю, пока не понадобятся. Очень интересно выглядит график биткоин, но пока мы его не включаем в наш анализ, потому что все-таки криптовалюта – это отдельный инструмент, хотя, глядя на те движения, которые по нему происходят, рост от 1600 до практически 4300, буквально за несколько дней без остановок, безусловно, вызывает интерес уже у трейдеров. И напомню, что у Admiral Markets такая возможность уже появилась. То есть вы можете торговать основные криптовалюты. Да, насколько я вижу, плюсики пошли. То есть вы видите метатрейдер. И давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. На прошлой неделе мы с вами расстались на том, у нас был вебинар 7-го числа, 7-го августа. 7-го августа. То есть вот здесь мы с вами расстались. Давайте посмотрим, что у нас происходит на более крупном таймфрейме. Фактически сейчас, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, то, что основная тенденция, начиная уже с конца 2016 года, идет восходящая. Соответственно, если мы говорим о консервативном трейдинге, о трейдинге, который, другими словами, является более надежным, то всегда наиболее интересно выбирать те сделки, которые идут уже в сторону основного тренда. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит локально, в рамках, например, часового и четырехчасового таймфрейма. На прошлой неделе мы с вами стали отслеживать ситуацию как раз начала коррекционного движения. Как это было? Для тех, кто присутствует впервые на этом вебинаре, давайте я несколько слов скажу о том, как мы можем определить начало коррекции и как в рамках этого вебинара мы делаем. Если мы посмотрим предыдущую неделю, мой график разбит на блоки. Часовой таймфрейм, есть разделители периодов, которые показывают нам одни сутки. То есть между вертикальными линиями ровно 24 часа. Почему для валют это важно? Для валют это важно по той простой причине, что валюта торгуется на 24 часа. Существует 4 основные сессии. Это тихоокеанская, азиатская, европейская и американская. Соответственно один день в себя включает уже настрой всех участников. Поэтому всегда важно смотреть, как закрывается день, как открывается день, ну и как себя пара ведет уже непосредственно внутри дня. Мы не говорим о каких-то локальных движениях, а именно о открытии дня и закрытии дня. Вот для примера, когда у нас была тенденция восходящая. Фактически, если мы возьмем последние движения, то есть мы можем уйти еще дальше в историю, но возьмем последние локальные тенденции, которые были. Если мы посмотрим, начиная с 26-го, точнее тенденция на часовом таймфрейме совпадает с более крупным, который мы можем видеть на дневном, на 4-часовом. Каждый последующий день у нас закрывался выше и выше предыдущего. То есть мы видели этот импульс, цена росла, то есть тренд сохранялся. Что произошло на прошлой неделе? Во-первых, 2-го августа, это у нас была неделя позапрошлая, среда 2 недели назад, у нас был локальный максимум. Цена дошла до отметки 1.1910. Я думаю, что ни для кого не секрет, что цена не может двигаться направленно без коррекций. Всегда коррекция существует, просто важно находить уже коррекции в рамках крупного тренда, который мы можем найти на тренде локальном, для того, чтобы присоединиться к текущим тенденциям. Вот как это можно сделать, сейчас мы как раз и поговорим. Основной момент был в том, что у нас, вот смотрите, 2-го августа цена показала локальный максимум, пропусты пока еще покупатели остаются в приоритете по данному активу. Затем следующий день у нас формируется локальный максимум, это отметка 1.1890 и локальный минимум. Давайте отметим, сделаем это вот так, чтобы было лучше видно красным цветом. Да, вот у нас один день, это уже 3 августа, следующий день. Мы видим, что цена не обновила локальный максимум, соответственно, мы можем предполагать, что некое замедление уже есть на рынке на текущий момент, но это пока еще не сигнал, это один из ориентиров. Затем следующий день, 4 августа, цена вновь не обновляет локальный максимум, а к концу торговой сессии мы уже видим уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в день предыдущий. То есть, фактически, если вы включите дневной таймфрейм, то свечная модель будет похожа как на модель поглощения. Просто мы на часовом таймфрейме уже чуть более подробно разбираем эту ситуацию, потому что торговать по дневным свечным моделям также возможно, но, на мой взгляд, более информативно уже делать такой более детальный разбор. который не настолько много времени отнимает, в отличие от отслеживания таких ситуаций на свечных моделях, но дает больше информации. Соответственно, когда мы 4 августа увидели закрепление ниже минимальных значений уже 3 августа, то мы можем говорить о том, что началась коррекция в рамках уже более крупного таймфрейма. То есть, если у нас более крупный, например, 4-часовой, то началась коррекция на 4-часовом таймфрейме. Соответственно, какая для нас позиция будет интересна в данном случае, если мы говорим о консервативном способе торговли, это позиция по тренду. Соответственно, нам нужно дождаться того момента, когда эта коррекция завершится, чтобы присоединиться. А как это можно сделать? Точно так же, как мы отслеживали и начало этой коррекции. Что для этого нужно? У нас сформировался день, мы увидели этот уход. Сейчас, что важно из этого вынести? То, что обновление локальных минимумов нам не говорит покупать. То есть, покупать нам точно не говорит. Возможно продавать, если работать против тренда, но точно не покупать. То есть, нужно дождаться, когда завершится данная коррекция. У нас цена уходит вниз, доходим до минимального значения в области 1.17.27. Но нам нужно подтверждение, для того, чтобы начать уже вновь работать на покупку и в сторону основного тренда. Соответственно, что мы делаем дальше? Дальше у нас сформировался день, где мы видим локальный минимум. Дошли до 1.17.26. Затем у нас сформируется следующий день. Вот, фактически, если на следующий день мы бы увидели уход выше максимальное значение предыдущего дня, тогда это было бы уже сигнал на покупку. Но цена стала консолидироваться. То есть, пошел процесс консолидации. У нас идет следующий день. 8 августа мы с вами как раз встречались. Вот как раз 7 августа мы с вами встречались, обсуждали начало данной коррекции. Она могла завершиться на следующий день. Но сейчас мы отмечаем вновь локальные максимумы и минимумы предыдущего дня. Практически здесь коррекции не было, поэтому я бы здесь для следующего импульса брал тот же уровень, который у нас был в предыдущем. Вот таким образом. Потому что рост был практически без коррекции. Такие нюансы мы как раз в рамках этого вебинара и разбираем. Так, коллеги, вижу, что проблемы со звуком. Одну минуту. Коллеги, давайте еще раз проверим. Сейчас звук должен работать корректно. Метатрейдер сейчас включен. Поставьте, пожалуйста, плюс, если нет прерываний. Все слышно. И я надеюсь, что не так, что успел заметить это довольно-таки быстро. В любом случае я резюмирую то, что мы говорили. Всегда у нас первая пара. Ее несколько раз повторяю. Приношу извинения за технические неполадки. Но думаю, что сейчас все должно работать хорошо. Для того, чтобы нам определить точку присоединения, мы смотрим, как закрываются торговые сессии, как торгуются валютная пара. Вернусь к тому, что мы начали отслеживать начало коррекции уже после обновления минимумов 3 августа, когда цена ушла, закрепилась за этими уровнями, и обозначили минимальное значение в области 1.17.24. Дальше, на следующий день уже пошла коррекция. Фактически, в данном случае, началом покупок была бы та ситуация, при которой цена ушла вверх, к примеру, 7 августа, обновив максимальные значения, которые были 4 августа. Соответственно, этого не произошло, поэтому пока мы не вернулись к покупкам. Соответственно, у нас было обозначено максимальное значение и минимальное. Следующий торговый день. На следующий день мы видим, что цена стояла вплотную у этого уровня, у максимальных значений, но закрепиться за ним так и не смогла. С закреплением в рамках часового таймфрейма нужно отследить по крайней мере одну свечу, которая и открылась, и закрылась за уровнем. Бывают такие ситуации, когда непонятно, когда идет небольшая полоса из линий, но здесь, я думаю, достаточно хорошо видно, что цена не пробила этот уровень. То, что были хвосты, это не столь важно для пробития. Важно, чтобы, во-первых, одна свеча закрылась, а другая открылась и закрылась за этим уровнем. В данном случае нам нужна часовая свеча. Иначе подтверждения пробития его нет. И возврата к покупкам тоже нет. Это себя не заставило долго ждать. К концу торговой сессии мы вновь увидели обновление локальных минимумов и уже следующий импульс нисходящий. Давайте посмотрим, что у нас было дальше. Идем дальше. Следующий день. Цена вновь стоит уже в области 1.1765, обновили локальные минимумы, но цена не ушла опять же вверх. То есть пробития еще не было. Поэтому пока в рамках часового таймфрейма у нас все еще идет нисходящая тенденция. То есть коррекция в рамках более крупного таймфрейма. А вот уже день следующий, как мы с вами видим, это 11 августа. Это у нас была уже непосредственно пятница на прошлой неделе. Во-первых, к концу торговой сессии 10 августа, четверга, смогли закрепиться выше максимальных значений 9 августа. И на следующий день мы продолжим торговаться выше этой области. Вот в этот момент уже мы фактически получаем сигнал на то, что можно искать покупки с ближайшей целью движения в область 1.1890. То есть те локальные максимумы, которые у нас были. Ну вот где у меня обозначена стрелочка зеленым цветом. Что в этом случае важно учесть? Важно учесть ту цену, при которой мы уже не будем находиться в этой позиции. То есть да, мы поняли, что тенденция начинается на покупку в рамках часового таймфрейма. Это движение идет в сторону основного тренда. Но куда мы можем поставить ордиджи ступлост? Потому что это безусловно важно. В данном случае отмена сценария как раз на покупку произошла бы в том случае, если мы увидели обновление локальных минимумов. То есть вот у нас день, опять же, 10 августа. Тот день, в конце которого цена обновила предыдущие максимальные значения. То есть уже перевес начинает быть на стороне покупателя. Ну собственно, что нам нужно для продолжения покупок по данному инструменту. Соответственно, при открытии сделок уже на покупку ордер ступлост целесообразно размещать за минимум предыдущим. И здесь мы уже отслеживаем, насколько эта позиция может быть целесообразна. То есть если мы входим, открываем терминал и видим, что цена уже находится здесь, то мы с вами понимаем, что у нас до ступлост, к примеру, 114 пунктов, а до потенциального тейк профита 74. То есть эта сделка не столь интересна по соотношению риск-прибыль. Но в тот же момент, если вы ставите, к примеру, отложенный ордер на уровень пробития, то есть если цена корректируется вновь к уровню поддержки, то в этом случае мы для себя можем получить уже более интересную позицию со ступлостом, с потенциальным тейк профитом порядка 120 пунктов и с потенциальным уже ступлостом порядка 60 пунктов. То есть риск один к двум. То есть это опять же тот элемент, который всегда должен присутствовать в торговле. То есть сделку направления можно выбрать, точнее его не так сложно выбрать. Важно присоединиться к цене в тот момент, когда соотношение риск-прибыль действительно интересно. Я очень часто получаю вопросы от участников, от учеников, получаю скриншоты, где стоит тейк профит. Мы договариваемся, что все ставят тейк профит, все ставят ступлост. Но когда я получаю соотношение ступлост вот такой, тейк профит вот такой, то уже визуально это должно быть видно. Когда вы ставите эти уровни, вы уже будете видеть, интересна эта сделка или нет. Поэтому всегда рекомендую отслеживать целевое значение, куда она может прийти. То есть первая точка, по которой вы зафиксируете либо всю прибыль, либо часть прибыли. То есть частичное закрытие, оно также возможно. Но вот эту ситуацию важно тоже отслеживать. Соответственно, когда уже происходит у нас следующий импульс, то есть цена уходит вверх, цена поднимается. У нас уже при открытии следующей позиции, следующей сделки возникает, следующий ориентир. Это минимум уже, который был зафиксирован в эту пятницу, в прошлую пятницу. Это было у нас 11 августа. И практически сейчас тенденция также идет на укрепление, но ближайший разворотный уровень, то есть после которого мы уже не будем держать покупки, располагается на минимальном значении в пятницу. То есть на текущем моменте от текущей цены это порядка 42 пунктов. Потенциал по движению остается примерно такой же, может быть уже чуть меньше после уровня пробития, так как мы уже входим по тренду, который уже дает вторую, третью, четвертую точку. То есть тренд развивается. Безусловно, наиболее интересно присоединяться к сделкам в тот момент, когда тренд только зарождается. Я думаю, что любой трейдер хочет войти именно в этот момент. То есть наиболее интересно это было делать уже непосредственно в пятницу, в первую половину торговой сессии. Сейчас все присоединения, которые будут идти по тренду, они уже в определенной доле организируют потенциальную прибыль. Потому что тренд имеет свойство истощаться, сила у него падает, угасает и постепенно интерес к нему становится все меньше. Но в рамках текущей ситуации здесь в принципе ничего не поменялось. То есть поменяется настрой к покупкам в том случае, если цена уйдет ниже минимальных значений, которые были в пятницу. То есть это отметка 1.1746. Соответственно, пока мы торгуемся выше данного уровня, основной сценарий остается на покупку. И на приоритет движения уже непосредственно в область 1.18-1.19. Ну а если мы посмотрим, еще раз вернемся на более крупный таймфрейм, даже посмотрим недельный таймфрейм, то фактически следующие цели уже располагаются в области 1.20. Это те минимальные значения, которые были фактически уже порядка пяти лет назад. И вполне вероятно, возврат пар евро-доллар уже к этим уровням. В свою очередь, как я уже сказал, тенденции имеют свойство меняться. И всегда важно держать руку на пульсе как раз вот этих ситуаций. В данном случае тренд не может поменяться за один день. Это все равно какое-то поступательное движение. Поэтому уже в рамках более крупных таймфреймов мы отмеряем также такие чекпоинты, при прохождении которых мы уже будем перестраивать нашу торговую стратегию. В данном случае мы с вами говорили о тренде часовом. Здесь, в принципе, я думаю, что все понятно. Мы пошли вниз, началась коррекция. Обновили максимум предыдущего торгового дня и вернулись уже непосредственно к покупкам. Но и на более крупных таймфреймах важно ставить такие уровни. Одним из таких уровней, которые я для себя отметил, это отметка 1.16.12. Это та область, где мы несколько дней торговались в конце июля. В том случае, если цена уйдет ниже данных уровней, тогда уже постепенно мы можем вернуться к продажам. А вот если цена уйдет ниже отметки 1.11 в этой области, то есть вернется сначала за 1.12.98, затем пройдет дальше вниз отметку 1.11, то тогда уже вероятно развитие сценария на движение в область 1.03. То есть не бывает какого-то одного стопроцентного сценария, который должен работать. Очень часто слышу тоже такое слово, что нам цена что-то должна, то есть цена должна отскочить, цена должна вернуться. Запомните, цена нам ничего не должна. И мы видим на графике именно то, что и должно быть важно научиться правильно принимать ту информацию, которую мы можем считать графика и уже применять ее к нашей торговой стратегии. Поэтому если резюмировать пару евро-доллар, то на текущий момент возврат к покупкам он произошел. Произошел он на прошлой неделе, до четверг-пятница. И сценарий на покупку останется в силе до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1.1748. Пара британский фунт, американский доллар. Вот здесь ситуация довольно-таки похожа. Ситуация очень похожа, но отличается тем, что пока еще возврат к покупкам не произошел. Что наиболее интересно. Собственно на прошлой неделе, 3 августа, точнее на позапрошлой неделе мы видели локальный максимум. Затем цена ушла ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 2 августа. И вот с этих уровней уже после пробития и закрепления этой точки мы можем говорить о начале коррекции. Кто-то из вас подумает, что цена прошла 250 пунктов, почему бы на ней тоже не поработать. Это вполне разумно делать, но, как я уже говорил и буду периодически повторять, если вы работаете контртрендово, то есть против основного тренда, то по крайней мере уменьшайте ваш рисковый процент. То есть если вы рискуете двумя процентами в одной сделке, то уменьшайте его до одного. Тогда уже возврат непосредственно к основному тренду не приведет к каким-то большим убыткам по счету. Тем более мы никогда не знаем, сколько эта коррекция продлится. Она могла быть 50 пунктов, либо 250, как мы видим сейчас. Но она может продлиться еще дальше, пока завершение именно коррекции еще не последовало. Соответственно, что мы видим сейчас. На прошлой неделе у нас был обозначен фактически такой диапазон. Верхняя граница это отметка 1.3030 и нижняя граница это отметка 1.2950. Диапазон порядка 80 пунктов. Соответственно, сейчас она продолжает торговаться внутри этого диапазона. Если говорить о возврате к покупкам и уже о целевом движении в области 1.3246 и уже о последующем росте британского пункта, то нам необходимо увидеть закрепление выше отметки 1.3030. Это нас вернет как раз к основному сценарию на покупке по данному активу. В свою очередь, альтернативный сценарий. Если цена обновляет минимальные значения, то есть мы видим попытки уйти ниже. Сначала было 8 августа, затем 10 августа подошли к этому уровню, 11 августа чуть ниже, прокололи, но не закрепились ниже этой отметки. То есть идет классическая такая торговля в боковике в рамках торгового дня. То есть от одной границы до другой мы движемся. Поэтому на текущий момент для продолжения покупок, так как все-таки тренд восходящий пока остается в приоритете по британскому пункту, нам необходимо увидеть закрепление выше отметки 1.3030. В свою очередь, возврат уже и закрепление ниже отметки 1.2940, минимальное значение практически, которое было в пятницу, уже вернет нас к продолжению продаж по данному инструменту. И тогда, опять же, постепенно тенденция может поменяться. Вот, опять же, один из уровней, который мы уже выделили в рамках четырехчасового таймфрейма, находится на отметке 1.2927. То есть что это значит? Это значит, что пока пара торгуется выше данного уровня, то и на четырехчасовом таймфрейме тенденция остается восходящей. То есть если мы уходим сюда, тогда у нас час становится нисходящим, четыре часа становится нисходящим, ну и тогда уже имеет смысл рассматривать ситуацию на продажу. Ну а уже глобально, я имею в виду с перспективами движения в области 1.17, 1.16, нам необходимо увидеть уход ниже минимальных значений, сейчас красным цветом отмечаю, который мы видели фактически в середине июня. Прошу прощения. Поэтому сейчас вот наиболее интересная ситуация как раз в рамках наших обзоров, которые я выкладываю на YouTube-канал, мы за этим будем следить. Соответственно, вот очень интересная ситуация может произойти в тот момент, когда цена закрепится выше уже отметки 1.3030, и тогда уже откроется движение в область максимальных значений, которые были в начале августа у нас зафиксированы. Сейчас вернусь в чат, вижу вот несколько вопросов. Да, несколько слов про корреляции, диверсификацию, риск, двойной прибыль или двойной убыток. Как подобрать разные пары евро-фунт? Смотрите, вот здесь я понял ваш вопрос. Обязательно еще коснемся уже в рамках следующих вебинаров, но пока вот дам такой краткий ответ непосредственно, как я считаю, ориентируюсь на свой опыт. Смотрите, когда вы входите в позицию, то есть в принципе, когда у вас есть торговая система, вы можете использовать неограниченное количество инструментов. Это могут быть валютные пары, индексы, акции, неважно. То есть у вас есть ситуация, в которой вы торгуете, и вы по ней входите. Иногда эти ситуации появляются по-разному. Как мы сейчас только что смотрели, по паре евро-доллар она появилась на прошлой неделе, по британскому фунту ее еще нет. Один и тот же подход. Соответственно, здесь ничто не мешает присоединиться сначала по паре евро-доллар, затем в следующий раз, когда уже появляется следующая сделка, к ней также присоединиться. То есть она может быть чуть позже. Перспективы по ней тоже могут быть чуть выше, например, другие. Но лучше диверсифицировать себя, свою торговлю между разными инструментами. Что это значит? Возвращаясь к рискам. У вас есть рисковая часть от вашего депозиций. К примеру, это 2% на одновременно открытые позиции. Так вот, если вы понимаете, что ваша торговая стратегия может дать 4-5 сигналов по разным инструментам, то разделяйте риск между ними всеми. То есть, чтобы у вас суммарно, когда вы открываете несколько позиций, они соответствуют вашему общему риску. И тогда это уже определенно будет антихрупкость по вашей торговой системе. То есть, когда у вас есть несколько инструментов, вы, возможно, открыли по одной торговой системе, но инструменты движутся. То есть, по какому-то потенциалу роста 300 пунктов, по какому-то 100 пунктов. И уже таким образом ваша система будет отработана. То есть, существуют стратегии, которые, как вы написали, фактически дают один и тот же результат. То есть, если у нас евро пойдет вверх, фунт пойдет вверх, то мы получим прибыль. Если они оба пойдут вниз, мы получим по нему убыток. Есть инструменты, которые движутся разнонаправленно. То есть, исходя вот из той логики именно диверсификации в своем стандартном понимании, то здесь нужно открывать по паре евро-доллар на бай на покупку, а по британскому фунту на селл. То есть, если эти пары пойдут в разные стороны, то, собственно, минимизировать риск. То есть, одна может пойти вверх, вторая может пойти вверх. Тогда по одной будет прибыль, по другой будет убыток. И одни друг друга компенсируют. Это называется диверсификацией. Но какой-то, скажем, прибыль за счет уже убыточной позиции, она будет не такой большой. И риск будет не такой большой. Но, тем не менее, на мой взгляд, гораздо более эффективно определять до момента входа в рынок те точки, по которым вы выйдете из позиции, чтобы не держать убыточную позицию. То есть, вы рискуете только той суммой, которую действительно для себя можете позволить потерять. Григорий задает вопрос по индексу потребительских цен. Смотрите, мы не разбираем в рамках текущего вебинара какие-то конкретные макроэкономические данные. Я рекомендую вам посетить вебинар, который будет завтра, который проводит мой коллега Фредерик. Он специализируется на фундаментальном анализе. Я считаю так, что тенденция не может поменяться за счет какой-то одной новости. Да, рынок может скорректироваться, но общее направление останется прежним. И это может нам либо отменить точку для входа, либо наоборот ее подтвердить. То есть, неважно, какой выйдет новость, важно смотреть, как рынок на нее среагирует. И это мы уже увидим непосредственно на графике цены. Хорошо, идем дальше. Пара австралийский доллар, американский доллар. Вот здесь ситуация несколько более интересна на текущий момент. Смотрите, что в ней интересного. Фактически сейчас, в рамках, опять же, более крупного таймфрейма, мы видим тенденцию восходящую. Австралийц пробил область 77. Мы видели это пару месяцев назад. И, собственно, тенденция на укрепление продолжу по данному активу. Сейчас, опять же, в рамках уже более мелкого тренда, то есть, часового тренда, мы видим коррекцию. Вот, опять же, завершение этой коррекции может стать интересной точкой для присоединения на покупку по данному инструменту. Сейчас довольно-таки это интересно тем, что сегодня, с утра цена показала нам, была буквально одна свеча, подтверждающая это пробитие. И, фактически, с этих уровней уже мы можем говорить о том, что покупатели могут вновь взять верх над продавцами. соответственно, здесь, в данном случае, мы получаем подтверждение, что можно искать ситуацию на присоединение, ситуацию на покупку. То есть, это вот один из первых сигналов, который появился. была одна свеча, то есть, но это вписывается в рамки подтверждения, она действительно была пробита, и уже в зависимости от того, где мы получили возможность присоединиться к этой позиции, мы уже можем соотносить риск-прибыль, потому что уровень стоп-лосс, он все равно располагается на минимальные значения, которые были в пятницу. Фактически, даже если присоединяться сейчас, то мы получаем сделку с потенциальным стоп-лоссом порядка 30 пунктов и с потенциалом прибыли порядка 180 пунктов. То есть, отношение риск-прибыль довольно-таки интересно. Другой вопрос, что не всегда мы можем определить, насколько пройдет эта коррекция. Уже, если вы используете, у вас есть определенные наработки при торговле внутри дня, вы можете дополнять их. Но я, как правило, этого не делаю, то есть, для меня рабочий таймфрейм – это часовой. Фактически, после того пробития, которое у нас было с утра, мы получили подтверждение, что да, можно начинать покупать, можно искать покупки. Даже если входить по тем ценам, которые были, то мы получаем сделку соотношения риск-прибыль примерно 1 к 2. 73 пункта стоп-лосс, 130 пунктов потенциальной прибыли. Сейчас, давайте опять же для примера, как я уже в начале сказал, приложение MetaTrader 4 Supreme Edition позволяет нам рассчитать риск в нашем терминале и сделать это очень удобно. Если вы его еще не установили, то на сайте Admiral Markets, разделе торговой платформы, вы можете скачать и поставить на ваш MetaTrader от Admiral Markets. Давайте я покажу, как это работает. Нужно запустить мини-терминал. На YouTube-канале также есть описание, подробное видео. Появляется такое окошко. И давайте для этой позиции рассчитаем объем. Как это удобно можно сделать непосредственно в терминале. Допустим, у нас депозит 10 000 и наш риск на одну позицию составляет 1%, то есть 100 USD. Соответственно, нам нужно открыть такой объем, при котором прохождение цены ниже минимальных значений, уже отметки ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, закроется с риском, с убытком не более 100 долларов, которые мы сейчас определили. Для того, чтобы рассчитать, то есть мы знаем, где поставить Stop Loss. От текущей цены, к примеру, отмеряем, это примерно, давайте поставим 30 пунктов, возьмем с запасом 30 пунктов и теперь осталось выбрать объем. Как это можно сделать? В поле Loss нажимаем кнопку Ctrl, ее держим и левой кнопкой мыши щелкаем на поле Loss. У нас появляется окно, где система нас спрашивает, какой у нас Stop Loss будет в пунктах. К примеру, 30 пунктов фиксированный денежный риск, в деньгах мы указываем 100 долларов. И вот у нас появляется объем, который мы можем войти в эту сделку. 0.33 Loss. Нажимаем установить Loss. Они сразу же отобразились здесь и, к примеру, если мы хотим открыть сделку на покупку, мы на нее нажимаем подтвердить. Все. У нас сразу же открылась сделка на покупку, у нас есть ордер Stop Loss, мы видим, что в нем мы можем потерять 99 долларов и сразу же, к примеру, можем поставить Take Profit. И мы видим, что рискуя 99 долларами, мы можем поставить Если сценарий, соответственно, подтвердится, цена пойдет уже непосредственно в нашу сторону. Какой очень важный момент по установке непосредственно Stop Loss, о чем важно помнить. Stop Loss ставится за уровнем, то есть, как правило, берется двойной-тройной спред, средний спред и на это расстояние ставится Stop Loss, ну а Take Profit ставится внутри уровня. То есть здесь я взял несколько значений, которые попадали, то есть это максимальное значение, которое было 1 августа и цена здесь также была 27 августа. То есть вот практически чуть ниже данного уровня. Я поставил и Take Profit. Безусловно, сделку нужно сопровождать, потому что в течение нескольких дней ситуация также может поменяться и уже перемещая Stop Loss за локальный максимум, который у нас формируется. То есть фактически цена будет двигаться по восходящей, если этот сценарий подтвердится, и тогда уже каждый день мы можем постепенно перемещать наш Take Profit, сначала без убыток, затем в плюс и так постепенно защищать также нашу прибыль уже с обратной стороны. Ну, мы это тоже будем смотреть, как это будет происходить. Соответственно, по австралийцу на текущий момент наиболее вероятно развитие сценария восходящего движения в области 0,80. Далее уже будем смотреть, как этот сценарий будет развиваться на наших следующих обзорах, на наших следующих вебинарах. Григорий задает вопрос. Хорошо, давайте я чуть позже вернусь уже к вопросам, чуть более внимательно посчитаю, возможно, не сразу все понял. Давайте закончим уже с разбором данных пар и двинемся дальше. На очереди пара американский доллар, японская иена. Опять же, в рамках более крупного таймфрейма, если мы сейчас посмотрим дневной у нас, по данным инструменту идут продажи. Откуда они начались, последний импульс – это область 114,54. На текущий момент цена прошла порядка 500 пунктов по нисходящей. Соответственно, эта тенденция и остается в приоритете. Соответственно, наиболее интересно по данному активу искать уже точки на присоединение. В рамках изменения этой тенденции уже те локальные уровни, которые у нас появляются в рамках четырехчасового таймфрейма. Ближайший, который мы можем отметить – это область 110,96. Ну, а если мы пойдем еще выше, то это область 114,52. То есть, опять же, если тренд будет меняться, то он будет меняться поступательно. Поэтому сейчас в рамках, опять же, часового таймфрейма открытие сделок на продажу, то есть завершение нисходящей коррекции и присоединение к продажам будет также наиболее интересно. Что мы видим сейчас? У нас была пятница. Давайте ее вот таким образом отметим. Максимальное и минимальное значение. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим, что цена закрепилась выше этого уровня и у нас идет развитие коррекции в рамках часового таймфрейма. То есть, сейчас продавать пару американских долларов и японская иена пока еще рано. То есть, пока подтверждений на часовом таймфрейме еще нет. Что у нас может послужить этим подтверждением? Если у нас цена не уйдет дальше вверх, то самым простым подтверждением будет обновление минимальных значений в области 108.70. То есть, когда цена уйдет ниже минимум пятницы, тогда мы вновь получаем подтверждение на продаже по данному активу и на следующее движение уже в сторону 107 и 106. Поэтому сейчас мы видим развитие коррекционного восходящего движения по данному активу, но основной тренд остается все равно нисходящий. Пара американский доллар, канадский доллар. По данному инструменту мы также, опять же, смотрим дневной таймфрейм. тенденция идет нисходящая. Подтвердилась она. Как она менялась? Если мы посмотрим первую половину года, сначала цена торговалась вблизи среднесрочного уровня, это отметка 1.32. Закрепились за ним, то есть, собственно, следующий уровень, следующий ценовой ориентир – это была уже отметка 1.30. После прохождения 1.30 с этих уровней мы можем говорить только о продаже, о сделке, которая открывается в сторону основного тренда. Безусловно, те сделки, которые могли открываться на коррекции, впоследствии могли перерасти в более крупные, более продолжительные, но находясь вот здесь, мы еще не знаем, будет это коррекция или это будет изменение тренда. Сейчас мы видим, что цена прошла порядка полутора тысяч пунктов. Но важно рационально к этому относиться. То есть, открыть сделку по цене 1.37 на продажу и закрыть ее по цене 1.24 – это с большой долей везения, в какой-то момент это возможно, но повторить это будет довольно-таки сложно. Поэтому универсальные торговые системы, которые позволяют вам работать на любом рынке, при любом движении, они будут всегда более перспективны и более жизнеспособны. Что у нас сейчас есть на часовом таймфрейме? Практически точно такая же история. У нас есть максимальное значение, которое мы видели в пятницу – это отметка 1.27.50. И для того, чтобы говорить о возврате к продажам и о движении в области 1.24, нам необходимо увидеть закрепление ниже минимальных значений, которые были на прошлой неделе и зафиксированы. Это отметка 1.26.60 – те минимальные значения, которые были в четверг и в пятницу. Соответственно, если мы видим закрепление ниже данных уровней до момента обновления локальных максимумов, то тогда вновь включается сценарий на продажу и на движение второго основного тренда. Если посмотреть еще также на Канадис, такая небольшая ремарка, то от уровня 1.32 мы снижались практически без коррекции. То есть вот в 850 пунктов практически не было никаких более-менее продолжительных коррекций. Сейчас вот как раз эта коррекция и началась. Вполне вероятно, что по завершению мы получим уже следующий импульс на нисходящее движение, то есть в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Поэтому один из уровней, который нужно держать в голове по Канадцу, это минимальное значение конца прошлой недели отметка 1.2670. И вот закрепление как раз ниже этих уровней, по крайней мере на часовом таймфрейме, вернет нас уже к продажам по данному активу. Дальше. Пара евро-фунт. Здесь, собственно, ничего не меняется. Тенденция на укрепление, как началась несколько месяцев назад, так она и продолжается. Ну а в рамках часового таймфрейма мы с вами видим, в пятницу видели следующий импульс, обновили локальный максимум, дошли до отметки 91.16 и ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях опять же пятницы. Это отметка 0.9050. Вот если евро-фунт сможет закрепиться ниже данной области, тогда уже вероятно развитие коррекции, завершение которой позволит присоединиться в сторону основного тренда. То есть сейчас тенденция уже идет. Вот следующий виток, последний импульс, который мы видели, порядка 100 пунктов, он начался на прошлой неделе. Мы видели такую небольшую коррекцию, то есть вопрос тоже о продолжительности коррекции. Вот здесь она была совершенно абсолютно небольшой. То есть вот у нас 8 августа, затем 9 августа мы закрепились за этим уровнем, а уже 10 августа цена вновь ушла вверх. То есть вот вернулись вновь к покупкам по данному активу. Золото. По золоту на текущий момент мы штурмуем максимальное значение в области 1294 доллара за тройскую унцию, и пока золото этот уровень преодолеть не может. Это ближайшая цель для продолжения восходящего уже движения. В рамках часового таймфрейма что мы видим? На самом деле здесь мы видим опять же попытки начала коррекционного нисходящего движения. То есть у нас была пятница, максимальное значение, минимальное значение, а сегодня мы видим уже несколько свечей, которые и открылись, и закрылись ниже этого уровня. Поэтому сейчас вероятен сценарий начала продаж по золоту и в тот момент, когда он завершится, как это было, к примеру, на прошлой неделе, когда мы вернулись к покупкам и следующее уже движение в область 1292, следующий импульс мы видели. Но пока золото не может преодолеть данную отметку на четырехчасовом таймфрейме, давайте посмотрим, не может обновить локальный максимум. Поэтому сейчас вполне вероятен уход на второй заход, ну точнее уже получается на четвертый заход. И вот как раз завершение этой коррекции вновь нам также даст интересные точки для присоединения, как это было, к примеру, в июне, когда завершилась эта коррекция и мы начали вновь расти и как это было уже непосредственно в мае. Коррекция завершилась, начали расти и вновь следующий импульс мы получили. Нефть марки Brent. По нефти марки Brent, собственно, начало, опять же, нисходящего движения мы отмечали в рамках наших обзоров на прошлой неделе. Вот смотрите, была очень интересная ситуация, когда цена, это было 10 августа, это был четверг, первую половину торговой сессии мы обновили локальный максимум, а к концу торговой сессии обновили локальный минимум. То есть вот когда такая тенденция появляется, такой паттерн, можно сказать, то вполне невероятно продолжение движения уже в ту сторону, по которой день закрывается. То есть сначала дернулись наверх, а затем пошли вниз, фактически отменив тот сценарий, который у нас был внутри дня, на продолжение покупок. Поэтому, как я всегда говорю, важно смотреть, как закрывается день. То есть если вы видите, что день закрылся ниже, к примеру, ниже открытия, если еще и пробили и смогли закрепиться ниже минимальных значений предыдущих торговых сессий, то есть здесь важно обратить внимание, что пока, значит, с покупками нужно подождать. Ну и основная тенденция пока по нефти идет непосредственно нисходящая. Поэтому наибольшие интересы все-таки как раз идут непосредственно продажи и вызывают. Что мы видели, собственно, уже в пятницу. В пятницу мы немного скорректировались, но опять же, к локальным максимумам они были достаточно далеко, цена уйти не смогла. А сегодня цена торговалась вблизи максимальных значений, но попыталась их проколоть, но закрепление выше этого уровня не произошло. Поэтому мы остались также в продажах в сторону новостного сценария. Ну и, собственно, буквально два-три часа назад цена пошла уже по направлению вниз. Мы обновили локальный минимум и тенденция продолжается нисходящая. Цель по данному импульсу у нас находится в области 47,68. Поэтому сейчас вполне вероятно, кажется, развитие сценария нисходящего по нефтемарке Brent, то есть движение в сторону уже непосредственно основного таймфрейма и продолжение продаж по данному активу. По индексу DAX сегодня с утра мы видим, что цена обновила максимальное значение, которое мы видели в пятницу, то есть что нам говорит о начале коррекционного восходящего движения, потому что пока среднесрочно и долгосрочно мы пытаемся снижаться, то есть доходили до исторических максимумов, которые мы видели в начале лета, закрепиться выше них мы не смогли и, собственно, пара, прошу прощения, индекс ушел в коррекцию. Практически такую же ситуацию мы видели год, даже два года назад, это тоже было лето, весна-лето, был исторический максимум в области 12411 и после его обновления мы ушли в коррекцию примерно на год, а потом уже в начале этого года, в конце, в августе мы начали 16-го года восстанавливаться и, собственно, на полтора года мы росли до тех максимумов, которые сейчас мы видим. Поэтому по индексу DAX, опять же, если резюмировать то, что я сейчас сказал, основное направление остается нисходящим и ближайший среднесрочный уровень, который нас может вернуть к покупкам, например, в августе и в сентябре, это максимальное значение в области 12328. Если смотреть по графику, это максимум, который был 8-го августа и 7-го августа. То есть закрепление выше этих уровней уже в рамках четырехчасового таймфрейма нас вернет непосредственно к покупкам. Но пока в рамках часа мы видим коррекционное движение восходящее, для нас основным приоритетом остаются продажи. Возврат к продажам, то есть ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были 11-го августа, это отметка 11960. То есть после преодоления этого уровня, опять же, имеет смысл искать продажи, так как мы начнем двигаться в сторону основного тренда. Так, коллеги, по основным вопросам, которые я хотел разобрать, ну и в принципе основные пары, которые мне хотелось разобрать, ну и те инструменты, которые мы разбираем, мы поговорили. Сейчас я как раз хотел перейти к вашим вопросам. Поэтому, если они у вас появились, пожалуйста, напишите их в чат, и я на них отвечу. Вы неправильно поняли вопрос, прочитали австралийский доллар и японская иена. Так, Григорий. Григорий, напишите, пожалуйста, еще раз вопрос. Окей, это я уже ответил. Хорошо. Аруна задает вопрос. Пара австралийский доллар и японская иена. Давайте ее сейчас посмотрим. Найдем ее на графике. И посмотрим, что у нас на ней происходит, что есть, собственно, интересного. Ну и начнем. Имеет смысл начинать, как всегда, с недельного таймфрейма. Что здесь сразу же бросается в глаза в рамках недельного таймфрейма? Один из уровней, который был пробит по данной паре, фактически то, что мы видим в рамках недели, нас может вернуть в рамках, опять же, недельного таймфрейма к покупкам и целевому движению. Давайте сейчас сделаем зеленым цветом. Да, вот та цель, которая у нас может быть уже в рамках недельного таймфрейма. Возврат к продажам произойдет в том случае, опять же, в рамках недельного таймфрейма, если пара австралийский доллар и японская иена сможет преодолеть отметку минимальных значений, которые мы видели в мае. Отметка 81. То есть основной сценарий сейчас идет именно на укрепление, на мой взгляд. Альтернативный сценарий будет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в мае. И тогда уже произойдет возврат к продажам и движение в область уже 72. Соответственно, если мы посмотрим уже локально, четырехчасовой таймфрейм, часовой таймфрейм, в рамках четырехчасового таймфрейма мы видим начало коррекции. То есть вот, ну, практически в июле, в начале августа мы пробили минимальное значение конца июля и пошли в коррекцию. Собственно, в рамках часового таймфрейма, да, что здесь важно отслеживать. Ну, собственно, завершение этой коррекции и стоит смотреть. Сейчас посмотрим, какие это могут быть уровни. Опять же, если говорить о возврате к покупкам, да, по данному инструменту, то ближайший уровень, который имеет смысл рассмотреть для начала покупок уже в рамках часового таймфрейма, это максимальные значения, которые были 10 августа. Один из как раз таких локальных уровней – это максимум, который был в пятницу. То есть, опять же, вот постепенно здесь цена может меняться. То есть, вот практически отсюда можно было пробовать уже заходить внутренние покупки, да, по данному инструменту со стоп-лоссом за минимальное значение, которое мы видели в пятницу, отметка 84.43. Подтверждение для более крупного уже таймфрейма, да, то есть, оно будет после преодоления отметки 87. То есть, ближайшая цель – это движение в область 87.10, а после закрепления ее уже развитие покупок будет набирать все больше и больше сил. То есть, это как снежный ком. Сначала один уровень, потом следующий и так далее. Важно, чтобы это было на прибыль. О том, многие трейдеры любят усредняться на убыток. Ну, вот этого делать не нужно. Поэтому сейчас, вот опять же, в рамках часового таймфрейма, на мой взгляд, мы можем говорить о начале восходящего движения в рамках часового таймфрейма, но отмена этого сценария произойдет в том случае, если цена уйдет ниже, собственно, минимальные значения, которые были в пятницу зафиксированы. Вот красным цветом обозначают уровень отмены. То есть, можно покупать здесь стоп-лосс за локальный минимум. Если цена уходит вниз, то тогда коррекция нисходящая продолжается. И дальше уже целевой ориентир, куда эта коррекция может прийти в рамках одного таймфрейма – это область 81.60. постепенно будет развиваться. Ага. Фунт канадец. Фунт канадец. Хорошо. Давайте посмотрим фунт канадец. Владимир, а вы как считаете, что там у нас сейчас идет? Напишите, пожалуйста, пока я ищу эту пару. Давайте вместе порассуждаем, чтобы было интереснее. Фунт канадец. Продажа предвидится. Давайте посмотрим. Хорошо. Если смотрим, опять же, более крупный таймфрейм, ну, собственно, начнем с недельного, по месячным здесь, в принципе, тенденция нисходящая, тут ничего пока не меняется. В рамках уже тенденции недельной, после пробития минимальных значений, которые были с 2014 года, то есть продажи вновь приобретают силу. Поэтому сейчас продажи там также и остаются в приоритете. В рамках уже тенденции часового таймфрейма, если мы возьмем последние тренды, которые были, сразу же скажу, что вот такие уровни, которые цена проходит практически без коррекции, то я, как правило, рассматриваю ближайший минимум, на котором коррекция была. Потому что вот здесь, когда на стыке дня, то есть это зависит от валютной пары, потому что фунт канадец, ну, довольно-таки специфичный инструмент, то есть это может влиять, то есть на разбор, могут влиять торговые средства, там, японская иена, например, с американским долларом, да, то есть это две пары, которые одна торгуется в начало дня, другая торгуется в конце дня. И вот такие перекосы могут возникать. Но вот сразу же скажу, что вот такие движения, которые были, например, начиная с 1 августа до 1 августа, 2 августа, 3 августа, то есть я бы здесь рассматриваю это вообще как один. То есть вот начало продаж вот на тот момент, даже после вот этого нисходящего движения, я бы его относил именно сюда, то есть ключевой уровень смотреть продажи вот именно отсюда. Соответственно, дальше у нас уже сформировались локальные минимумы, которые мы видим 3 августа, это вот этот день. В следующий день мы его пробили, то есть, ну, собственно, вот отсюда уже имеет смысл рассматривать была продажа. Закрепиться выше максимальных значений 7 августа пара не смогла, да, попытались его пробить. Ну вот, фактически, да, одной свече ушли, следующие вернулись, то есть закрепление так и не произошло. Поэтому сейчас вот в рамках данной пары такой экспресс обзор, что называется, я не готовился, поэтому смотрим, да, вместе. Ну, во-первых, вот по характеру движения видно, что цена не может обновить локальный максимум, вот несколько раз к ней подходит, а локальные минимумы обновляются, то же самое 8 августа цена ушла вниз, поэтому сейчас, ну, фактически, приоритет остается продажам. Ну, и, собственно, ближайший разворотный уровень уже после того, что мы берем локально, то, что мы видим сейчас. В пятницу цена показала локальный максимум, да, закрепиться выше, опять же, не смогла, а к концу торговые сессии вернулись вниз, обновили локальные минимумы. Поэтому сейчас, ну, фактически, да, в рамках часа идут продажи, отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Цель по движению здесь уже находится в области минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе, область 1,6280. Поэтому сейчас развитие как раз нисходящей тенденции, да, продолжения идет, оно здесь есть, да, действительно, я с вами в этом соглашусь. Доллар и иена, давайте рассмотрим, развернулась или коррекция. Григорий По, пари американский доллар и японская иена. Мы ее уже смотрели, возможно, если пропустили, то сейчас давайте вернемся, да. если вы имеете в виду вот это пробитие, да, которое у нас было, то это только в рамках часа, да, то есть это тенденция дня. Говорить о том, что здесь пара американский доллар развернется и пойдет дальше на 1,18 мы не можем, так как все равно основная тенденция идет нисходящая, и цена может меняться постепенно. Безусловно, вот то начало коррекции, которое мы видим сегодня, оно может впоследствии прирасти в больший тренд, но это будет происходить постепенно. Фактически то, что мы видим сейчас, опять же, если я правильно понял ваш вопрос, да, вот та коррекция, которая идет на часовом таймфрейме, то это именно коррекция, да, сначала мы преодолели максимальное значение пятницы, затем вот нужно преодолеть область 110-19, а затем уже закрепиться выше отметки 111, тогда эта тенденция будет развиваться, и вот уже в рамках этого движения нужно выбирать текущую тенденцию. Да, вижу вопрос от Алвиса, сейчас прочитаю. После прорыва, смотрите, здесь, то есть трейдинг, да, и принятие решения – это набор факторов, которые могут говорить «за» и которые могут говорить «против», да, открытие позиций. К примеру, вот то, что мы смотрели по Австралийцу, к примеру, да, сейчас цена может пойти дальше вниз и, собственно, при обновлении локальных минимумов и закрытии ниже этого уровня, тенденция нисходящее продолжится, то есть фактически у нас это может быть ложный прорыв, но пока мы этого не знаем, да, то есть цена нам должна это подтвердить. Фактически вот одна свеча, она может являться началом как раз смены тенденций, то есть покупатели уже пытаются переломить данные ценовые максимумы, которые были на прошлой неделе. Собственно, одна свеча, которая и открылась и закрылась за уровнем, в зависимости, опять же, от того таймфрейма, который мы смотрим, если это час, да, то одна часовая свеча, а если брать тот же самый уровень и искать свечи на 15-минутном таймфрейме, то это неправильно, потому что одна 15-минутная свеча там может открыться и закрыться, да, но нам нужно отслеживать именно тот таймфрейм, в рамках которого мы работаем, да, это важно об этом помнить. Я надеюсь, что правильно понял ваш вопрос. Если нужно будет какое-то дополнительное пояснение, да, то напишите мне, пожалуйста, на почту, я отдельно вам также смогу ответить. Итак, коллеги, если вопросов пока больше нет, тогда я думаю, что на сегодня будем прощаться. Вот вижу еще один вопрос в разделе «Вопросы». Да, вот Сергей задает как раз вопрос. Смотрите, со мной можно пообщаться. Во-первых, написать ваши вопросы, чтобы мы смогли их разобрать на нашем, к примеру, следующем вебинаре. Вы можете это сделать, написав мне на почту. Сейчас почту я вам приложу, чтобы она у вас была. Прикладываю почту, напишу ее сейчас в чат. Еще раз ссылка на наш YouTube-канал. Кто присоединился к нам чуть позже для того, чтобы вы смогли получать ежедневные уже видеообновления, да, видеообзоры, подписывайтесь на YouTube-канал, там они публикуются. Если вам они нравятся, то я прошу вас поддерживать. Ставьте лайк, как это нужно делать. И тогда я буду понимать, что эти видео делаются не зря и они действительно для вас полезны. Если нужно их чем-то расширить, чем-то дополнить, пишите ваши комментарии. Мы периодически их перестраиваем для того, чтобы, опять же, вам было удобнее получать информацию. Ваши лайки всегда будут поддерживать меня, ну, в принципе, всех, кто проводит для вас вебинары на площадке Admiral Markets для каких-то новых идей, новых свершений и уже новой информации для вас. Хорошо, коллеги, если вопросов пока больше нет, то будем прощаться. Всем желаю хорошей торговой недели. Важно, чтобы ваша торговля была системной. Если она будет системной, то и будет успешной. Увидимся с вами уже на наших следующих вебинарах, на наших следующих обзорах и, как всегда, в следующий понедельник в 19.30 в то же время на том же месте. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok